Я уже это вижу! Каждый критерий я оцениваю независимо от других. Это офигеть как дорого. Как обычно, будем слушать курьера, который любит наш город Лобня. Кстати, неожиданный вкус. Слушай, ну я очень сомневаюсь, что если мне после этого прилетит какая-нибудь... Друзья, всем белка, с вами Катя Бельчик. И сегодня мы заказали торт у одной очень популярной кондитерской в Инстаграме. Сегодня мы заказали торт у кондитерской Cheezed Baker. Открыла сейчас Инстаграм. 143 тысячи подписчиков. История. Наткнулась я на эту кондитерскую много-много лет назад. Что-то вот какая-то у нас была годовщина, то ли день рождения у Мити. И он очень хотел попробовать муссовый торт. Тогда мы еще не знали, что это такое. И мне в рекламе высветился вот Cheezed Baker. Как раз у них был нереальный визуал. Они, кстати, его до сих пор сохраняют. То есть такой темный фон, какой-то камень, мрамор, что-то такого плана. Это было крайне необычно на тот момент. Круто. Они находились в Москве. На складочной, по-моему, они. Сейчас они уже на стандартной. Какие-то стандартные улицы. Геометрическое сердце. Тоже пушка-разрыв новинка. Градиент такой был темный, с бордового в черный. Какой-то фиолетовый. Вот я такая, да, мы закажем торт. И заказ у них был от одного килограмма. Нам нужно было на двоих. Я как раз заказала такой самый минимальный тортик. Они меня спросили, вы через какое время планируете его кушать? Я тогда не знала то, что десерты муссовые, они замороженные. Я сказала, что через 2 часа. Мы, по-моему, как раз куда-то ехали. Вот через 2 часа мы привозим этот торт. А он просто дубовый. При том, что мы везли его в теплой машине. Он вообще тупо не разморозился. Естественно, ну, как настроение подпорчено. Ну, окей, давайте еще посидим часик-два. Подождем. В итоге он разморозился. Слушай, а у меня тупо даже с ними переписка есть. Нам очень неприятно, что по нашей ошибке это произошло. Хотим предоставить компенсацию. Можно начислить бонусы. А, я торт заказывала для мамы. Вот. Все у меня восстанавливается в памяти. Я выбирала торт без шоколадного бисквита. Я выбрала вкус лайм. И там был прописан ванильный бисквит. А мне сделали шоколадный. И я тоже расстроилась на этот счет. В общем, ну, что хочу сказать. Клиент-ориентированность хорошая. Все, они мне там ответили. По-моему, да-да. Они мне даже деньги перевели на карту. Круто. Все окей. То есть, я осталась недовольна. Они со мной поработали. Все ок. Но торт я этот запомнила. Вот. У меня здесь был вкус клубника лайм. И в основе был лимонный бисквит. Они сделали шоколадный. Короче, вот так вот я помню этот чизобейкер. В принципе, это конец истории. И вот я снова натыкаюсь на рекламу в инстаграме. Ну, таргетинг работает как боженька. Они прям такие, Катя, делают рубрику. Наверное, она хочет нас обозреть. И нам как раз стало посмотреть, интересно, 3D-торты заказать. У нас же как бы особо-то их еще и не было. Ну, прям вот 3D там как-нибудь а-ля бургер, кроссовок, что-то такое. Они делают вообще все, как я поняла. От муссовых до 3D-тортов. Я очень расстроилась, что на Новый год пропустила у них аукцион, лотерею. Можно было торт Оливье, короче, купить. Я думала, вот это был бы контент. Но ничего, в следующем году у кого-нибудь другого закажем торт Оливье. Они делают классный торт. Ну, смотри. Есть коробка с айфоном, кроссовок, единорог пузатый, какие-то машины, стейк. Ой, вот этот вот личинка, это ужас просто. Бургер вот стоил 11400. Мы его тоже подумывали заказать, но остановились. На самом дешевом. В целом, я вас посвятила в мир этой кондитерской. Давайте начнем оценивать, что же происходило при заказе, доставке и так далее. Сервис, сервис, пожалуйста, Дмитрий. Вы, как всегда, заказывали. Сегодня вы были Антоном. Нет, сегодня я был Егором. Егором, прекрасно. В честь нашего монтажера Егора. Так. Все круто. Они быстро отвечают, все быстро присылают в WhatsApp. Можно заказывать где угодно. Супер. Отвечали быстро, ссылка на оплату. Все, все можно. Можете забирать, можно курьером. Кстати, курьером достаточно дешево, там 500 рублей. Но замкат к нам не доставляют уже. Поэтому Яндексом, да, будем доставлять. Окей, как обычно, будем слушать курьера, который любит наш город Лобня. За сервис мы ставим 5. Я вот, вы знаете, сейчас даже посмотрела переписку в Инстаграме, но они прям супер клиенты ориентированы. Конечно, это было много лет назад. Но все же прям видно, люди стараются, они переживают за качество своего товара. Доставку мы оцениваем, конечно же, когда приедет наш торт. И еще я хочу вам рассказать, что теперь мы заказываем не сами начинку, а просим сделать самую вкусную начинку, по мнению данного кондитера или кондитерской. И что нам предложили? Нам предложили начинку Сникерс. Сказали, самое вкусное. Окей, я еще скажу, что есть у них на сайте начинка тут. Слушай, как у них интересно. У них идет вкус и начинка. То есть мы можем, в принципе, сочетать, что ли? И вкус шоколадный. Вот я посмотрел, только что написано. И вот они сказали, что это лучше у них. И я попросил. Сейчас, давайте я дословно зачитаю. Я написал так. Можно на ваш вкус? Вы точно лучше выберете сочетание. Надо удивить сладкоежку. В целом, в рубриках у нас еще не было ни разу Сникерса. Я ни разу его готовила на канале. Вы его ни разу готовили, да? Я думаю, что вы уже имеете представление, что такое Сникерс. Я тоже имею. И мне даже будет интересно посмотреть, как делают его другие. Удивят ли они? Возможно, там мусс какой-то будет, чего я сама никогда не готовила. Посмотрим, как карамель будет на вкус, там орешки, все такое. Так что, друзья, пристегивайтесь поудобнее. Сейчас доедет торт, и мы с вами начнем. А вот и наш торт. Здравствуйте. Здравствуйте, я уже это вижу. Вы-то, конечно, уже на премию, наверное, увидали. Давайте оценим доставку. Смотрите, я вам хочу рассказать, что в целом по Москве у них супер недорогая доставка. 550 рублей в пределах МКАД. За МКАД в пределах 6 километров 650 рублей. По московским меркам это дешево, потому что бывает, что доставки тортов там и полторы тысячи нам когда-то ставили. Просто по Москве, да? Хорошая цена, но, как вы понимаете, мы живем залобней, поэтому мы вызывали курьера сами. 1200 рублей. Для нас это, ну, вообще отличная цена, потому что они находятся на севере. Из плюсов. Был договор, что торт будет готов к 9.30 в 9.32. Митя написал сегодня с утра. И все, они сказали, торт готов, можете вызывать курьера. Все это произошло буквально там в секунды. Все скоординировались. Торт нам достали сегодня вообще как-то даже супер быстро. Нам просто повезло, потому что они находятся на севере, да? У нас еще не было никогда такой близкой доставки. Мы вечно все с юга. Там, откуда там? Некрасовка. Некрасовка. Вот Некрасовка, она прям славится кондитером. Надо там еще кого-нибудь найти. За доставку мы ставим пятерку. Они ничего не задержали. Все передали курьеру. Курьер им доставил. Плюс я уже вам рассказала расценки по Москве. Все отлично. Тут пять баллов, речи нет. А теперь перейдем к коробке. Такая вот в целом, опять же, обычная стандартная кондитерская коробка. Заклеили наклеечкой. Ну, кстати, просто так она, видишь, здесь функционал никакого не несет. Ленточка. Все стандартно, обычно. Я ставлю четыре балла. Знаю, что всегда возникает много вопросов у вас. Почему я ставлю четыре, почему я ставлю не пять? Потому что я видела пятибальную коробку. Я знаю, что это такое. К сожалению, этот обзор мы не смогли выпустить. Постарайтесь поверить мне на слово. Ну, кстати, коробку-то я показывала, между прочим. Она была пятибальной. Я просто уверена, что у нас еще в жизни случатся пятибальные коробки. Поэтому этот балл я оставляю на будущее. Потому что у кондитера может быть своя собственная подложка. Она может быть брендированной. Коробка может быть брендирована. Она может выглядеть не как обычно из кондитерского магазина. Это хорошая, достойная упаковка. Все. Я когда сама делала торт на заказ, у меня были такие коробки. Перевязали самой обычной белой лентой. Четыре балла. Все. Все. Я нашла, где открывается. Доброе утро. Какашка кейк. Ой, слушай, они ее зафиксировали. Так. Это, конечно, дело хорошее. Только нам теперь понять, как нам ее отлепить. Мы взяли, значит, для сравнения туалетную бумагу, чтобы показать вам, насколько декор реалистичен. Во-первых, у нас, конечно, тут Just One. Она немножко другая. Те блогеры зажрались, конечно. Слушай, мне в целом, кстати, понравилось, что они все-таки передали вот здесь вот эту ребристость такую, да, многослойность. Но вот Митя, например, мне за кадром сказал, что торт неаккуратный, бла-бла-бла. С одной стороны, да, декор и так в целом супер простой. Ну, очевидно, здесь просто обтянули листом мастики. И как бы ему, например, хотелось бы видеть, чтобы прям совсем он был супер ровный. И меня в целом все устраивает. То есть втулка, да, сделали, окей. Кстати, она такая, видишь, она же не сквозная получается. А я бы хотел сквозную. Вот так вот. Меня очень смутили какашки своей реалистичностью. Я бы, наверное, хотела, чтобы они с молочным были шоколад сделаны. Не знаю, они такие темные, про ужас какой-то. Но извините, мы какой как бы торт заказывали, такой мы и получили. Я не могу на него смотреть. Бумага меня не смущает, но эти какули. Но то, что заявлено. Безусловно, есть некоторые нюансы в торте. Да, есть какие-то тут вмятинки. Вот тут какой-то бугорочек. Чуть-чуть он грязноватый. А вон черное. Вон, вон, прям поверни на себя еще. Да, мастика не идеальна. Это факт. Я тут даже спорить не буду. Вот какие-то вот даже и волосок какой-то можно вот его покрупнее подснять. Вот, смотри, прям волосок. Видно, что мастика была раскатана на поверхности, на которой могли быть какие-то нюансы. Как будто бы это домашний кондитер делал. Сейчас бы, конечно, на шоу-кондитер они тут напридирались. Тут вот я опять вижу волоски. Есть к чему придраться. Я оцениваю данный декор на 4 балла. Объясню, конечно же, почему. С виду он очень простой, да. Но мы же заказывали его. Мы же заказывали детализированный торт-бургер. Что мы заказали, мы то по факту и получили. Я сняла балл за вот эти нюансы, за вмятинки, за какие-то неровности, шероховатости. За какашки я бы вообще 5 поставила. Ну, просто ужас какие. Тошнотворные. То, что надо. Я не знаю, как я их буду есть. У меня прям реально вот собачьи какашки представляю. Ну, честно. Давайте сейчас посмотрим, сколько же весит этот торт. Заказывали мы 2,5 килограмма. Надо проверить. По ощущениям он какой-то прям супер тяжелый. Когда курьер доставлял, я прям, знаете, так напряглась даже его нести. Весы у нас сегодня не кухонные, а обычные. Потому что кухонные вообще не выдерживают. Почему-то тортов. Короче, проверим сколько. Так, на весах 0. Ставь. На часах 0. Ёлы-палы. Они что, приколисты что ли? Слушай, ну подложка весит много. Грамм 100. Она прям, видишь, двойная такая. Ну, это 100 грамм. И тут перевес. Блин, ты чё, килограмм почти перевес. Причем они у меня несколько раз уточняли. Может вам больше, может вам 3 килограмма. Говорят, да не-не, давайте минимальный, 2,5. Я такой, хорошо, 2,5. Тяжеленный. У нас еще не было таких тортов тяжелых. Правда. Всегда как-то 2, там, с 2 до 3. Я думаю, внимательный зритель уже сам высчитал цену за килограмм. Но мы вам, конечно же, скажем. Данный торт стоил 9,5 тысяч. 3,800 цена за килограмм. Конечно, мы имеем здесь перевес. Но мы же не можем утверждать, что так каждому клиенту делают. Это скорее просто приятный бонус. Спасибо вам большое. Это огромный перевес. Но у нас нету статистики, да, здесь в данном случае. Если так всегда, то окей, цена ниже. Ребят, ну 3,800. Офигеть. Каждый критерий я оцениваю независимо от других. Смотрите, то есть у нас есть доставка, цена, да. Я, когда оцениваю цену, я говорю вам конкретно по средней рыночной стоимости, да. Я сейчас не смотрю даже на декор. Вот 3,800 за килограмм. Это офигеть как дорого, потому что в среднем по Москве у нас кондитеры берут 2-2,5 тысячи. Дорого? Дорого. Ну, что я могу сказать? 3 балла, 3 балла, да. Может, конечно, быть еще дороже. И бывают дороже, что вам что-то сказать. Ну, а сейчас мы посмотрим, каков же наш торт внутри. Вкусный ли он? Давайте разрежем. Ой, еле идет, если честно. Вообще жесткий. Сейчас. Ё-моё, у меня сейчас нож сломается. Класс. Окей. О. О-о-о. Интересно. О, смотри, он просто весь, вообще весь вот. О, развалился весь. У него тупо слои не соединены. Все, видишь? По частям. Слушай, знаешь, что это? Плавленый сыр шоколадный. Попробуй. Это реально. Вот омечка какой-нибудь, карат. Прям оно. Да, это именно плавленый сыр. Прям плавленый сыр. Поняли, да? Из корыцы, из такого. Кстати, неожиданный вкус. Я здесь думала, ганаш будет. Слушай, ну я очень сомневаюсь, что они прям из банки вот этот плавленый сыр сделали, честно. Кремовые какашки написано. Шутки дарили трехлеток просто. У нас Семен разрывается от шуток про какашки. Ладно, давайте рассмотрим наш торт. Ну, смотрите, нижний бисквит. Просто кусок хлебного мякиша. Жесткого хлебного мякиша. Это я вообще не знаю, как это все отслоилось. Тут мы имеем карамель. Орешки. Здесь у нас вафельная крошка. Крем, по ходу дела, везде одинаковый. Я пытаюсь по оттенку разделить. Обмазка у нас другая. То есть мы сейчас, в общем, в целом у нас не получится все и сразу попробовать. Мы с вами будем отдельно все сейчас дегустировать. Вот давайте с карамелью. Должно быть самым вкусным слоем. Вкус известного шоколадного батончика. Хочу попробовать нижний корж. Кстати, он сухой, но прям не настолько сухой, насколько может быть. Внутри коржи более влажные, чем нижний. Что странно. Обычно нижний корж, он самый пропитанный. Потому что все как бы сверху на него стекает. Вот я так образно вам сейчас рассказала. Даже нижний корж мы пропитываем чуть меньше, чтобы он потом просто весь не распылся и не потек. Но он супер сухой. То есть бисквит неудачный. Карамель вкусная. Вообще в целом сочетание карамели с солеными орешками, жареными, но это, не знаю, это пушка-бомба. Его очень сложно испортить. Я просто это очень люблю. Давайте попробуем вот вафельную кровь. Ну, ребят, ну он просто весь развалится. То есть у него вообще нет никакой цельной структуры. Вот отдельно один кусок, отдельно другой кусок. Я просто не могу никак взять и вот просто все вместе попробовать. В целом полуфабрикаты достойные. Классический крем-чиз арахисовый. Ну-ка. Угу. Попробуем. Начну с обмазки. Я еще до него не дошла. Ганаш что ли там? Блин, ганаш на львом шоколаде. Полуфабрикаты вообще отличные. Попробуй сам. Все разваливается, блин. Все разваливается. Вот прям. Как набор продуктов ем. Да, да. Которые вкусные сами по себе, по отдельности. С карамелью вообще топ слой. Вафельная крошка, скажу честно, размокла. Она может больше хрустеть. Для меня он дико приторный. Да? Дико приторный. А, ты тоже с ганаша начал. Ну-ка. Но это не тот ганаш на колебал. Нет, нет, точно нет. Мы бы его узнали из тысячи. Просто этот вкус его ни с чем не спутаешь. Я бы не сказала на мой вкус, что сверх приторный торт. Допустим, у кого-нибудь палочек, там они гораздо более сладкие. В целом вкус понятный. Очень похож на наш рецепт торта Сникерса, который многие из вас готовили. Я готовила крем прям один в один, если честно. Крем, вот этот вот крем-чист с добавлением арахисовой пасты. Косяк в бисквите. Возможно, они его мало пропитали. Мы отрезали еще один кусок тортика. Хочу вам показать разрез. Вот сверху все выглядит достаточно хорошо, гармонично. Даже, кстати... А что здесь? А вот смотри, что видишь? Они вот этот слой не промазали здесь кремом. А я хотела вам показать вот нижний ярус. Его хочется просто убрать из торта, потому что здесь супер маленький слой крема, относительно даже вот этого верхнего, да. И за счет этого бисквит у нас еще супер сухой. Вот низ мне вообще не понравился в торте. А вот эта вся серединка классная с карамелью, да. Сочная вот этот особенно. Смотрите, слой. Жестковат, правда, немножко. Ну вот я начинаю отламывать, и оно все разваливается. Вот, ты начинаешь отламывать, и вот что происходит. Вот. Ну, да, тут видите, нет. Вот что происходит. А-а-а! Я про это говорю не больше. А-а-а! Да хватит, не надо так. Что ты мне кое-кому напоминаешь? Вот, смотри, вот я про что говорю. Ну да, торт не держится. Да все поняли. Нет, ну просто ты не показала, я хочу вот это показать, чтобы на нас потом... Вот, вот, смотрите, вот, вот я про это говорю. Ну, то есть, смотрите, вот я беру как бы бисквит, а он просто полностью сухой. На нем вообще нет никакого крема. Так не должно быть. И он, конечно, хлебный мякиш. Вот данный бисквит. Но, повторюсь еще раз, можно я расскажу про плюсы. Да, вкусная серединка. Правда, вот вафельная крошка тоже какая-то такая. Но она, видишь, она вся уже унылая. А, дай вафельную крошку отдельно. Она просто мягкая. Чуть-чуть хрустит, да, и есть легкий хруст. Но не так сильно, как могла бы. Вообще, возможно, ее шоколадом надо было изолировать. Ну, не знаю, как-то мне не нравится. Да, такое ощущение, что она намокла. Она намокла. Ну, конечно, она не стоит крем-сиза. То есть, получается, она еще забрала влагу. Она забрала влагу у пропитки бисквита. Плюс ее сверху покрыли, закрыли крем-чизом. И она просто получилась влажной. Так, наверное, быть, конечно, не должно. Вот. Ну, больше всего меня смущает нижний корт. Ну, ребят, ну, реально. Ну, не должно такого в торте быть. Он очень сухой. И сам по себе какой-то. Его можно прям удалять. А все остальное вот так вот собрать. Вот так вот аккуратненько. И все. Вот это вот особенно карамель вкусная. На меня смотрит одноглазая какашка. И хочет, чтобы я выставила баллы за вкус. Напоминаю, что у нас 10 баллов идет за вкус. Шесть. Твердое шесть. Какашки вкусные были. Вот прям реально прикольный такой плавленый сыр. Я бы на бутер намазала. Ну, вообще так можно есть. Вы сами видели все нюансы. Крем хороший. Карамель с орешками мне понравилась. И в торте были использованы только натуральные ингредиенты. Я, конечно, не ручаюсь за ганаш. Но даже если там глазурь, она очень удобоваримая, вкусная. Все мне понравилось. Рада, что нету никаких растишек, никаких там пальмовых масел. Все достойно. А сейчас мнение независимого эксперта. Давай, ну как тебе торт? А вы знаете, что я такой не люблю, в принципе, ну, такие... Я сюда сажусь? Да, конечно, здесь. Больше не знали. Не знали? Нет, не знали. Я не люблю такого. Мы просто думали, чем же тебя можно удивить, потому что ты уже все видел. Сейчас офигеешь. Я вообще удивилась этому вкусу. Что тебе напоминает? Ой, это шоколадный этот, крем-чиз. Нет, она показала, что это плавленый сыр. Ой, тебе так не показалось? Плавленый сыр. Ну, крем-чиз. 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 Держи. Что такое крем-чиз? Ну, вот смотри. Есть шоколадный плавленый сыр. В корытых таких, знаешь, продается в магазине. Нет. Ну, то, что здесь сыр точно, либо это крем-чиз, либо то, что вы говорите, потому что... Ну, ладно. Ну, что-то сырное. Все, Оля уже недовольна. Оль, как ты думаешь, сколько стоил такой торт? А сколько он весит? Слушай, Оль, он весит 3,5, но мы заказывали 2,5. Вы заказывали 2,5? 2,5, но нам положили 3,5. Зачем? Я не знаю. И взяли с вас сколько? Как за 2,5. А, да-да, ладно. Ну, разрез, конечно, прям этот, кондитерский. Ну, как в кондитере. Да. Красивый. Блин, продайте, что-то нарезала не очень. Ну, я думаю, тебе хватит. Или как? Да-да-да. Или серединку дарезать. Это что, хрустяшка? Давай, сейчас я тебе вилочку. Ну, средняя цена по палате, по палате, по больнице, ну, пусть будет, ну, 7 максимум. Это прям, это прям, это прям, может быть, я, конечно, уже не в трендах, не знаю, сколько стоит. 7 максимум. 9500. 9500? А с доставкой? Доставка еще 1200. Ну, 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 ну. Ну, как тебе? Ну, ты попробуй по вкусу. Ну, очень аккуратно. Ну, визуал видели, красивенько. Визуально очень суховатый бисквит. Мне не нравится хрустяшка, она какая-то как будто в пустой колбе там оказалась. То есть, не полностью заполненное пустое пространство в торте. Либо она иссохлась. Ну, ты видишь, да? Угу. Либо что? Просто хрустяшка в торте, это выглядит максимально странно. Она, чтобы не становиться хлебными крошечками, как сейчас стало, она должна быть либо там в шоколаде каком-то, либо в какао-масле. В какой-то такой текстуре быть внутри, а не просто валяться, чтобы она оставалась хрустящей. Потому что она моментально пропитывается, стоя хотя бы просто в холодильнике, конденсат идет. Ну, блин, какой смысл? Просто, извините, я не хотела, я сейчас, наверное, токсичную какую-то... Она, Моля, мы как бы независимый эксперт, как контрольный закупок на первом канале. Просто выскажи свое мнение и все. Хлеб Бородинский, моя любимая комментария. Очень сухой. По-моему, он еще суше стал. Нет намека на влажность вообще никакой. Я не люблю такие бисквиты, я не знаю. Они вкусные, да? Это намек на сникерс, типа? Да. Это вообще называется сникерс, начинка. Нет, это не сникерс. Начинка норм. Когда у вас в торте сочетается плотный бисквит, плотный крем, что вам есть? Ну, что вам есть? Зачем вам это есть? Вы берете торт, чтобы кайфануть. А текстур? У вас там что-то расплавляется во рту. Вы получаете удовольствие. А здесь я вижу хлеб. Ну, не знаю, что здесь я попробую. Не масло, конечно, а здесь, скорее всего, крем-чиз, но очень плотный. Здесь мы видим хлеб, масло с сыром. Крем, хлебные крошки и карамель. Офигительную карамель с арахисом. Все, мне не нравится. Простите, я не вижу смысл. Сколько бы ты поставила с 10 баллов? Просто интересно. За карамель. За вкус просто. Вот просто тебе говорят. Вот критерий вкус. И с 10 баллов. Два. Когда вы мне будете говорить, что я... Если мне после этого прилетит какая-нибудь повестка в суд, я вас убью. Нет, нет, абсолютно нет. Я не знаю, кто это. Пожалуйста, я вдруг этого человека знаю. Вряд ли. Нет, это вообще... Это просто кондитерское. Я тебе покажу, кто это делает. Я с вами высказала мнение чуть полайтовее. То есть я постаралась концентрироваться на плюсах, потому что я люблю крем-чистый. Но бисквит здесь однозначно. Нам не понравилось то, что торт просто он весь расслоился. Сегодня, кстати, он не так. Он ночью стоял. Да, он не стоял. Вчера у нас просто все было по отдельности. Но мне понравилась карамель. Я тоже не поняла, зачем вафельная крошка неизолированная. Вот, в целом, ну я, конечно, я на 6 баллов оценила. Ну, в общем, вы увидели два мнения. В любом случае, складывайте свое мнение. Вот, вы все увидели. Нет, ты тоже нашла. Сначала меня вкусными тортиками накормила, а потом вот этим. Конечно, я два поставила. А, типа, ты уже перебила аппетит? Да, перебила аппетит вкусным. Поэтому тебе так птичка и понравилась во вкус, Вилли. Потому что ты это был первый торт. И ты такая, ой, он такой вкусный, такой вкусный. Ну-ка, давай, мать. Ребята, у нас видео в другом видео. У нас эти, как он? Сон во сне. Такая холодная, мне нравится. Ну, все, окей. Итого, кондитерская Cheezed Baker получает 27 баллов из 35 возможных и 77% удовлетворенности клиентов, то есть меня. Друзья, большое спасибо, что посмотрели это видео. Мое ухо вам об этом говорит. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, то поддержите нас лайком. Очень хотелось бы, чтобы эта рубрика продвигалась. Мы делали ее дальше. И как можно больше людей узнавали об интересных кондитерских. Я надеюсь, что вам было так же интересно, как и нам сегодня. И вас не пугают какашечки. Увидимся с вами очень-очень скоро. До новых встреч. Всем белка. На канал еще подписывайтесь. Ну, все вот это, блогерская. Прям демасленько вселился у меня.